Всем огромный привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал YouTube. Добро пожаловать, если вы здесь первый раз. Снова здравствуйте, если вы смотрите меня постоянно. Спасибо вам за это огромное! Сегодня, девочки, вас ждет очень классный ролик, потому что мы вместе с вами, то есть я для вас, примерю самые горячие тренды сезона. Трендов много и зачастую они на подиумах показаны совершенно оторвано от реальности, то есть ты смотришь на модель, которая идет по подиуму и думаешь, и как это носить. Так вот, я сегодня покажу вам, как носить одни из самых хитовых, одни из самых топовых трендов этого лета. И если вам интересно посмотреть на образы, которые у меня получились и на вещи, которые я вам рекомендую, то оставайтесь со мной и давайте начинать! В этом видео будет сразу несколько новинок. Буквально недавно у меня выходило видео с покупками к летнему сезону и вот снова новинки, да, потому что новый сезон и многое хочется включить, обновить и самое главное вам показать, поэтому смотрите внимательно, здесь будут классные находки. В этом видео я сначала буду показывать вам вещи, так же, как я делала в предыдущем ролике с моими покупками, а потом вы их увидите на мне в примерке, красиво отснятой, поэтому смотрите внимательно. Первый тренд, который я хочу вам показать и который является действительно одним из самых хитовых вещей сейчас в таком стиле есть в любом магазине, любого ценового сегмента, если вы смотрели мой предыдущий шоппинг-влог из манго, то вы могли видеть там парочку подобных вещей. И я говорю о вязанных вещах, и в том числе вот эта вот замечательная майка-жилетка как раз таки была одним из участников предыдущего шоппинг-влога из манго. Это текущая коллекция манго, вот такая вот маечка, это стопроцентный хлопок, она очень мягкая, прям вот приятная-приятная, девочки. Как вы можете видеть и как я показывала во время шоппинг-влога, она весьма просвечивающая, но если под такую вещь, тем более что здесь вот в районе непосредственно груди вязка поплотнее идет. Если под нее надевать бра-бандо или просто лифт телесного цвета, либо таупового оттенка, такого серовато-бежевого, то это будет смотреться благородно, непошло, потому что белье просвечивать заметно не будет абсолютно. Будет просто казаться, что там кожа и как бы такая немножко интрига, небольшое заигрывание, но все абсолютно прилично. В общем, вот такая вот жилеточка, это, наверное, вы знаете, вот в подобном формате вязка, то есть дырявая вот эта вот сетка кружевная, но одна из первых вещей за долгое время в моем гардеробе, хочется сказать, чуть ли не со школьных времен, реально давно я ничего себе такого не покупала и вообще, вы знаете, мы с вами даже в предыдущем как раз-таки влоге из Манго в комментариях со многими сошлись во мнении, что такие вещи, они имеют для многих какую-то трогательную составляющую, потому что напоминает нам о детстве, напоминает нам о бабушкиных вязаных салфетках, утро в деревне, вообще отдых в деревне и так далее. В хорошем смысле это не выглядит старомодно, вы не выглядите в этом как бабушка, потому что вещи современные и вопрос только в том, как их стилизовать. И, собственно говоря, стилизую я данную майку, этот топ в образе, который вы сейчас увидите, с вот такими вот темно-синими, очень длинными, прямыми, с необработанным краем джинсами, они прямые идут от бедра, достаточно широкие, как вы можете видеть, но они не сильно широкие, это не джинсы-палац, это просто такие прямые трубы. Это девочки Zara, каждый, мне кажется, раз, когда я надеваю эти джинсы, меня спрашивают, откуда они, потому что они настолько эффектно смотрятся на фигуре. Это размер 34, и я в них влезаю с мылом, но, боже, именно в этом размере они так все там прям подтягивают и смотрятся огненно, что я готова потерпеть. Они, кстати говоря, на удивление, учитывая, что это 100% хлопок, не растянулись вообще, я покупала их осенью, то есть сейчас именно этих уже нет, но я вам внизу поставлю ссылки на похожие джинсы в Zara, и скоро на канале у меня выйдет видео, где я примерю джинсы-подобные модели на себе. Собственно, очень красивый темно-синий оттенок Denim, оказалось бы, не совсем летний вариант по цвету джинсы, потому что летом мы переходим на более светлые оттенки, голубые или белые, но вот, вы знаете, иногда летом бывает хмуро, пасмурно, да и просто хочется разнообразия. В общем, именно в этот образ, именно ко всем остальным вещам, мне захотелось взять вот эти вот темно-синие джинсы, обалденные, эффектные, надевая их всегда с каблуком, в принципе, вы можете носить такие джинсы с кроссовками или кедами, это сейчас модно, да, они у вас будут так вот складками, сборками собираться внизу у обуви, но это тренд, вот так носить длинные джинсы, это тренд. Я люблю, когда эти джинсы делают мои ноги длинными и стройными, поэтому я надеваю их с каблуком, но, в принципе, с кроссовками, возможно, тоже как-нибудь выгулю. И в этом образе, вот сейчас многие, я думаю, удивятся, потому что у нас как бы началось лето, а я вам покажу для многих совершенно не летнюю вещь, те девочки, которые пишут мне, что как вы включаете в летнюю капсулу, например, кожаную куртку, девчонки, у нас началось лето, я хожу в кожаной куртке, под нее могу еще свитер надеть, потому что в Москве сейчас прохладно, лето разное везде, лето длинное и погода меняется, и может быть жарко очень сильно, плюс 30, такое тоже бывает даже в Москве, может быть плюс 18, плюс 20, плюс вы все и я с вами вместе, мы живем в разных городах и странах, у меня очень большая замечательная аудитория, и я стараюсь найти что-то полезное для каждой из вас, и для себя в том числе, долгое предисловие, покажу я вам этот лук, связанный с жилеткой и с крутыми вот этими синими джинсами, вот с таким вот тренчем, да, мои хорошие, я нашла совершенно огненный тренч, вам сейчас, конечно, непонятен весь его вау-эффект, посмотрите, подождите, сейчас будет видео с примеркой на мне, и вы увидите, какой он в движении, как божественно круто и актуально он сидит, это российский бренд, моя любимая часть, когда я нахожу что-то крутое в российских брендах, это помпа, питерский бренд, у них собственное производство, они шьют свои вещи сами, и на самом деле с этим брендом я знакома лично уже давно, давно это с осени прошлого года, то есть, ну, плюс-минус скоро будет год, и на самом деле я как стилист персональный покупала у помпы для своих клиенток, реально для людей, для жизни, для носки, пальто, и неоднократно это делаю, и, кстати говоря, вы могли видеть у меня их пальто, весной я делала вам тоже видео со своими новинками, с мембраной, в общем, у них обалденная верхняя одежда, и не только, у них есть и стандартная одежда, и верхняя, вы сегодня посмотрите, но вот этот тренч, это обалденная просто вещь, он плотный, мне очень нравится, что он вот такой плотный, но при этом, девочки, у кого есть форма, у кого есть грудь, у кого, может быть, размер плюс, он не стоит колом, то есть, он классно не спадает, потому что эта проблема иногда оверсайзные тренчи делают из девушек с фигурой, просто вот, ну, такой, знаете, баба-начальник, вот реально, здесь совершенно другая история, он плотный, но при этом он свободный, он летящий, у него классная подкладка, и, что еще важно, я взяла его на несколько размеров больше, сейчас я найду, по-моему, у меня это 48, да, это российский 48, то есть, американский 10, европейский 42, ростовка 1,70, это мой рост, мой размер, это 40-42 российский, ну, иногда 44, зависит, конечно, от кроя, но это 48, специально взяла его на несколько размеров больше, потому что именно тогда он садится так, как он сядет на мне, вы увидите это сейчас, давайте, собственно, посмотрим образ, и обязательно напишите мне, как он вам. Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что вы ощутили, весь кайф от расслабленной посадки этого тренча, и вообще от всего этого образа мне очень нравится, как смотрится фактура вязаной жилетки с плотным денимом, с плотным хлопком у тренча, надеюсь, что вам тоже понравилось. Следующий образ, который я вам покажу, будет включать в себя сразу два тренда сезона, но он не будет выглядеть, как будто вы надели все самое лучшее сразу, нет, на самом деле даже три тренда, просто две вещи будут новые в моем гардеробе, а обувь вы уже видели. Итак, одним из больших трендов сейчас, если мы говорим о шортах, являются бермуды. Они уже начали к нам стучаться в прошлом году, но они были тогда скорее в формате костюмных бермуд. Сейчас костюмных бермуд, бермудов у меня всегда проблемы с этим, вы знаете, не так много, а вот джинсовых много. И опять же, кто смотрел мой шопинг-блог из манго, вы видели вот этих вот красавчиков. Я таки их себе приобрела. Выбрала я именно в белом, в молочном оттенке денима, потому что в манго я проверяла тогда джинсовые шорты, именно в голубой джинсе, и вот эти вот молочные. Эти мне понравились больше по посадке. Я пока что еще, правда, не срезала ценник, потому что я сняла для вас примерку, решила, что я еще дома в них пока похожу, чтобы убедиться точно, что они мне окей, и все, меня в них устраивает. Очень важная деталь, что делает эти шорты актуальными, это вот такой вот необработанный край. На самом деле, это реально хорошая штука, потому что когда у вас вот здесь идет шов под гибкой шов, а это располагается в случае шорт на условно там где-нибудь середине бедра, это может давать такую плотную горизонтальную линию и дополнительно расширять бедро, а это ну практически никому не нужно. А вот такой вот необработанный, просто обрезанный край, он очень легко смотрится и не полнит ноги, даже если это светлый деним. И сочетаю я эти джинсовые бермуды с очаровательной вещью, которую я уже носила и после съемки. Это просто вот чистый кайф. И эта вещь абсолютно казуальная, суперудобная, но она в трендовом цвете сезона, в одном из главных цветов. И я вам показываю вот такую вот толстовку в цвете фуксия. Сейчас, наверное, будет какой-нибудь пересвет, потому что она такая яркая, мне кажется, камера даже до конца не передает. Обязательно дождитесь примерки, там будет достоверно передан свет. Кто подписан на меня в инстаграм, кто не подписан, рекомендую это исправить. Ссылка есть под видео. Я выкладывала в сторис просто фотографию в этой толстовке, тоже получила много вопросов, откуда она. Девочки, это опять же российский бренд, это Лиджо. Но, слушайте, я весной показывала вам разные вещи у меня есть из Лиджо, в том числе желтая кожаная куртка. Каждый раз, когда я ее надевала, у меня директ, как любят говорить блогеры, взрывался. Но это правда, так? Было столько вопросов, откуда куртка, откуда куртка, потому что она невероятная. Вот то же самое я могу сказать про эту, казалось бы, всего лишь толстовку, но она такая мягкая. У нее внизу, ну в смысле внутри, идет супер мягкая, теплая байка. И вот я ходила в ней в достаточно прохладную погоду, то есть люди шли в куртках, а я была в футболке, сверху вот эта вот толстовка, и мне не было холодно. Такой кайф. Одной такой вещи в образе вам, в принципе, достаточно в плане цвета. Больше можно ничего не добавлять, все остальное взять простое, базовое, бланковое, опуская даже. То есть, по сути, ну бесцветная, можно сказать, просто вот эта вот толстовка, у нее есть классный капюшон. Это, кстати, тоже меня спасало, потому что был колодный ветер, и я надевала капюшон. В общем, она крутая. И еще мне очень нравится, что у нее низ без резинки. Она прямая, и она очень удачно заканчивается в плане вот этой вот горизонтали, где она располагается, не на самой широкой точке бедра, при моем, по крайней мере, телосложении, а чуть ниже. И это очень классно визуально облегчает силуэт и стройнит ноги. И, кстати говоря, ребята из Лиджо были очень любезны, потому что дали мне промокод, который дает скидку 25% на весь раздел сейл. А я делюсь промокодом с вами, потому что вы мои любимые люди, я не могу не поделиться. Пользуйтесь. Я считаю, что это очень крутой бонус, это четверть от цены, почему бы не воспользоваться. Но вот я серьезно, я знаю, что каждый раз теперь, когда я буду надевать вот эту вот толстовку, этот худи, мой директ точно так же будет искриться от вопросов, откуда он, девочки. Будьте первыми, кто его отхватит, потому что, как с желтой курткой, она улетела просто за считанные часы, по-моему. И потом, и все, ее просто больше не было. Поэтому успевайте. Ну а теперь давайте посмотрим образ, чем я дополнила, какой обувью, какой сумкой. И напишите, как он вам. Мне кажется, получилось классно. Классная смесь спорта за счет худи, кэжуал за счет джинсовых шорт, бермуд и удобство за счет обуви. В общем, мне, конечно, образ нравится, будет интересно почитать ваше мнение, но худи это просто моя любовь. Двигаемся дальше. Следующий образ снова про тренд на цвет. Было заявлено, я, по-моему, уже несколько раз договорила в разных своих роликах, и институтом цвета Pantone, и дизайнерами на показах несколько ключевых цветов. Институт цвета Pantone дал нам желтый и серый, и я вам тоже это показывала еще, наверное, в апреле. И в инстаграме, опять же, у меня есть образы с этими цветами разных-разных комбинациях и оттенках. Дизайнеры на показах нам задали тренд на фуксию и вообще на разные оттенки розового, на синий, причем вот именно интенсивный такой electric blue, и на оранжевый цвет, то есть вот эти вот три цвета. Что самое смешное, я тоже об этом часто говорю. Даже я где-то видела такую шутку в интернете, наверное, не смогу ее сейчас найти, где институт цвета Pantone говорит, что мы носим серый и желтый. И модники такие, ага, да, сейчас, и все просто вот в таком вот зеленом цвете, потому что по факту именно модники, именно те, кто задают тренды, но не дизайнеры, а люди, которые носят те или иные вещи, выбрали зеленый. Его просто выбрали люди, он залетел, его никто не прогнозировал, не ждал, а носят все. Но речь сейчас пойдет не о зеленом цвете, а о том цвете, который мне очень нравится, неожиданно. Я раньше не носила этот цвет, возможно, многие боятся из вас его носить, потому что считают сложным, это не так. И я говорю про оранжевый цвет. Эта вещь в моем гардеробе с осени, то есть сейчас, скорее всего, нет в наличии, если есть, ссылку оставлю внизу, или найду вам подобные, похожие оранжевые жакеты. Оранжевый блейзер, девочки, это такая крутая вещь, потому что это не оранжевый свитер, это не оранжевая футболка, то есть это не глухая оранжевая вещь у вашего лица. Вы можете разбавлять оранжевый, вот как сейчас я поступила с зеленым, то есть под него надевать что-то светлое, молочное, белое, можно поиграть с какими-то принтами, опять же, и это смотрится легко. И вы даже если славянской вот такой вот внешности, не контрастного колорита, вы не будете теряться за оранжевым. Конечно, важно выбрать оттенок. У меня он достаточно насыщенный, но это не неоновый оранжевый цвет, он немножко припыленный. И вот это позволяет мне его носить. Собственно, в образе я вам его и покажу с тем самым вязаным ажурным топом из манго. Покажу еще раз, как можно его носить под жакеты, тоже прекрасный вариант. И как раз-таки успокоить жакет чем-то вот таким вот бело-бежево-кремовым. Замечательная идея. И как вариант, что мы можем надеть к такому яркому жакету вниз, это могут быть синие джинсы, белые джинсы, голубые джинсы, либо прекрасно в эту палитру, у спокойного апельсинового оттенка, такого оттенка сливочно-бежевого, подойдет бежевый цвет. А именно, я покажу вам вот такие вот абсолютно базовые брюки. Хочется сказать, незаменимые в любом гардеробе, но они реально незаменимые, если вы носите брюки. Часто вам нужны универсальные, которые будут подходить к разным верхушкам. Это один из самых удачных фасонов брюк. Вот такие вот морковочки. Вы увидите, конечно, их на мне. В примерке у меня будет сверху здесь вот часть ажурного топа, поэтому посмотрите внимательно, что они идут на поясе. Пояс плотный, приятный, не картонный, не как в Заре, который будет ломаться. Это помпа тоже, опять же. Очень красивый оттенок бежевого, такой кэмл песочный, не рыжий. Немножко серенький, поэтому он дружит и с моим жакетом в том числе. Удачная длина. У меня они в размере 44, если что, имейте в виду. В моей параметре, по-моему, я сказала, да, что они есть в инфобоксе, чтобы вы могли относительно своих понять, какой вам нужен размер. Есть прорезные карманы сбоку. Карманчики сзади. Они реально очень удобные. И, девочки, это та самая базовая база для всех, кто работает в офисе, кто хочет иметь какие-то универсальные брюки на лето, в общем-то, и на осень. На зиму, ну, в общем-то, тоже, да. Но за зимой многие предпочитают что-то более темное. Но вот на сейчас отлично. И состав у них достаточно приятный. А еще, кстати, тоже классная для вас информация. Ребята из помпы дают промокод, который сделает вам 10% скидки. Я напишу его и на экране, и в инфобоксе. Все для вас, девочки, оставлю. Поэтому, если вы, мои дорогие, работаете в офисе, если вам нужны брюки, если вам нужен крутой тренч, сейчас на лето, может быть, у вас холодная на осень, подумайте об этом заранее, вы можете взять его с 10% скидкой. Это очень хорошая сумма, когда речь идет о покупке, например, верхней одежды. В принципе, это будет скидка распространяться на любую вашу покупку в помпе. Поэтому пользуйтесь, оставляю внизу в инфобоксе, ищите. Давайте посмотрим полный образ. Я бы так отправилась на собеседование. Ну, может быть, ажурный топ я бы заменила на вискозную блузку или рубашку, что-то более такое деловое. На обед с подругами, на родительское собрание. Что мне еще может прийти в голову? Сейчас, конечно, лето, родительских собраний нет. Но реально, он такой элегантный, благородный. В театр, на выставку, на свидание. Ну, тоже можно. В общем, на работу и потом на свидание. Короче говоря, образ мега универсальный. Плюс универсальные вещи каждая по себе. Ну, ажурный топ, может быть, не самый универсальный, но он все-таки более трендовый, нежели универсальный. Но бежевые брюки, помповские. И, в принципе, любой к ним яркий жакет вы можете взять. Оранжевый, фуксия, зеленый, белый какой-нибудь. Это будет изумительно смотреться. Следующий тренд, который я вам хочу показать. Это прям такая тема, которая сразу делит обычную аудиторию на два лагеря. Прям вот конкретно, кто за, кто против. Потому что речь пойдет про лен. И я уже представляю, что кто-то готов снова писать комментарий, что лен, фу, боже, мятый. Как, ну, там, и дальше, в общем, разные идут эпитеты. Девочки, все мы разные. Я, например, стою сейчас в льняном платье, вторым слоем поверх футболки. Оно может быть где-то мятое, мне окей. То есть, кто-то принимает лен, понимая то, что он мнется и готов это принимать. Кто-то нет. И это нормально. Я вас не заставляю носить лен, мучиться и ходить мятыми, если вы чувствуете себя в этом некомфортно. Более того, для вас, для тех, кому не нравится помятость льна, я нашла крутую альтернативу. А именно, вот такой вот совершенно изумительный костюм. Вам сейчас не совсем понятно, что это костюм. Какие-то полотни еще показываю. Отлично, техника еще решила подключиться к съемке. Это прекраснейший просто костюм, который сделан не изо льна, но он сохраняет вот эту вот рыхлую фактуру льняную. Я вам покажу поближе. Мы специально сняли именно фактуру материала, чтобы вы могли присмотреться. И это смотрится, как будто вы в льняной вещи, в такой натуральной рыхлой. Но только она практически не мнется, изумительно сидит, очень комфортно к телу не колется. Ну, я не знаю, в общем, что еще, если честно, даже пожелать. Это также бренд Лиджо. И костюм состоит, у меня размер S, из футболки. Если честно, в каком-нибудь другом бренде такого размера футболка могла бы значиться, наверное, как L. Но здесь эта S мне очень нравится, что она свободная, что она нигде не прилегает, не прилипает к телу. И в жаркую погоду все будет проветриваться, и будет суперкомфортно. А второй частью костюма являются брюки. Вот здесь вот у них есть отличные такие защипы по одному с каждой стороны. Прямые, длинные. Это не совсем палаццо. Они не настолько широкие, как палаццо должны быть. Но это свободные, прямые брюки. В них дышит все. Они такие невесомые, расслабленные. Прям вот такой супер-кэжуал, когда тебя ничего не беспокоит и не волнует. И, кстати говоря, девочки, они на резинке. Можно поесть. Кто у меня в положении, обратите внимание, это суперкомфортно. Во-первых, на резинке. А во-вторых, в них реально комфортно, потому что они невесомые. У них есть карманы. Я обожаю вещи, у которых есть карманы. Для меня это сразу большой плюс. Когда вы полностью надеваете комплект, у вас получается такая вертикаль цвета. И несмотря на то, что это светлый оттенок, они такие, знаете, каменно-серый цвет. То есть это не беж, это не белый какой-то. Это прям вот светло-светло-серый оттенок. И когда вы надеваете именно футболку и эти супер-длинные брюки, так вытягивается силуэт. Этот костюм у вас будет даже стройнить. Это просто огонь. Поэтому если... Вот предыдущие брюки, которые я вам показала, они для девушек, которые работают в офисе, которые, может быть, просто любят более такие собранные образы. Больше про классику, больше про лейди-лайк. Или кто вынужден, повторюсь, в офис надевать определенный дресс-код, потому что вот в такой вот пижамке далеко не в каждый офис ты можешь прийти. Но для тех, кто ходит в офис, я нашла еще и крутой костюм на выходные. И для всех тех, кто не ходит в офис или, по крайней мере, никак не ограничен дресс-кодом. Я, честно вам скажу, если лето будет жарко, я пытаюсь все время показать в кадре, вы сейчас увидите во всей красе этот костюм на мне. Если лето будет жарко, я готова в нем жить. Он просто отличного качества. Все швы, ткань, фактура мне безумно нравится. Я люблю лен, и мне окей, но когда можно еще и вот такую вот рыхлую фактуру носить, и она не будет мяться, ну это ж просто находка. У Лиджио есть костюмы подобного плана, чуть-чуть разного кроя, в разных цветах, но вот этот вот каменный серый, на мой личный взгляд, подойдет абсолютно всем. И он максимально универсален. Это не такой серый цвет, который, знаете, далеко не всех освежает. Это очень светлый оттенок. Экрю еще в Заре, например, такой цвет называется, обычный экрю. То есть он такой белый, но серый. И вот он хорошо смотрится на любой внешности. Обалденный. Как вам этот комплект? Я, правда, в восторге. В нем очень комфортно. Мне очень хочется, чтобы поскорее пришло настоящее тепло, потому что пока что в Москве было жарко в мае, а вот как бы ближе к июню, и в июне почему-то, ну вот я повторюсь, я хожу в куртках, в тренче и так далее. И я буду носить в жару этот костюм, чередовать его с какими-нибудь линейными как раз такими вещами, только так. И еще один тренд, который я хочу с вами сегодня примерить и обыграть для реальной жизни, это тренд на цветы. Это, казалось бы, ничего нового для лета. Реально каждый летний сезон цветочный принт в тренде. Он актуален. Но в этом году его очень много. На что я вам рекомендую обратить внимание при выборе вещей в цветочный принт. Во-первых, на размер цветка. Чем цветы крупнее, тем они больше склонны увеличивать и вас. То есть они могут добавлять вес. Поэтому, ну, в зависимости от того, хотите вы это или нет, для любого размера это актуально. Но особенно, если вы и так обладательница аппетитных форм, аккуратно выбирайте крупные цветы. Не выбирайте очень маленькие. Потому что на контрасте тоже будет история про визуальное увеличение силуэта. Вам нужен средний размер. Я сейчас покажу пример. Если у вас неконтрастная внешность, примерно, опять же, как у меня, выбирайте лучше варианты принтов не на черном фоне. Потому что, когда черный фон, это все-таки большая масса черного цвета. Опять же, плюс-минус у лица. Он будет у вас располагаться. Вы можете за ним теряться. Вам придется все время доигрывать свой образ макияжем, подчеркивать глаза или губы. Далеко не всегда мы хотим это делать. Поэтому имейте в виду, лучше что-то посветлее на светлом фоне. цветы и желательно не сильно контрастные. Если вы девушка, контрастная, то есть у вас, допустим, светлая кожа и темные волосы, яркие глаза, темные брови. Это могут быть рыжие волосы, медные такие, каштановые. Это могут быть, условно, черные волосы. Если вы контрастная, вы вынесете контрастный принт. Вы и черный фон можете вынести и так далее. Но если вы беляночка, у вас светлая кожа, у вас светлые бровки, у вас достаточно светлые волосы, светлые глаза, то вам сильно яркие цветы, вы будете отдельно. Отдельно цветы, отдельно вы. Выбирайте что-то не контрастное. Светлый фон, светлые цветы. Вот это будет замечательно. Я вам покажу вот такой вот вариант. Посмотрите на размер цветка. Здесь яркий цвет, но на светлом фоне. И посмотрите, как я буду еще стилизовать эту вещь на себе. Потому что, во-первых, это, кстати, помпа. Опять же, опять же, можно сделать со скидкой себе покупку. Я заказала размер 46 в верхушке, при том, что верхушку я ношу ну точно 40-42. Я взяла ее свободнее. Это вот такая вот блуза рубашечного кроя, прямая, длинная, классная. Это вискоза стопроцентная, она мягкая, приятная к телу. На лето идеальный вариант. Если вы яркая, контрастная, можно носить ее вот так. Тоже вам подойдет. Если вы примерно, как я, вот этот вот светлый оттенок снижает градус красок, тоже можно носить так. Но я предлагаю, почему я взяла ее побольше, во-первых, я, в принципе, люблю свободную, расслабленную посадку. Я предлагаю носить такие блузки, чтобы не теряться за пестрым плитом, как второй слой. Под нее вы можете надеть топ в бельевом стиле, именно вот такой, типа сатинового, вискозного. Вы можете надеть любую трикотажную майку, трикотажный кроп-топ. Я надену со своим кроп-топом. Я показывала его в предыдущем видео со своими покупками, и кто-то мне писал, что, о боже, в лифчике на улице, девочки. Это топ. Но вы можете написать, что нет, Алена, это лифчик. Пожалуйста, если вам хочется, можете оставаться при своем мнении. Я надеваю вниз этой рубашки кроп-топ, и в данном случае я не полностью ее расстегиваю, я застегиваю ее практически наполовинку, заправляю джинсы. Джинсы я вот вам показать не смогу, потому что я в них сейчас стою, и как-то не с руки немного их показывать. Но джинсы, на самом деле, эти в любом случае сейчас не купить. Это Зара. Я тут в сторис на днях выкладывала образ с ним, и много у меня было вопросов в директе, откуда джинсы. Это Зара, им два с половиной года минимум. Мамфиты обожаю, просто огненные джинсы делает Зара. Так вот, вот этот вот оранжевый цвет, здесь знаете, такой интересный оттенок, он как бы для красного не слишком красный, а для оранжевого он слишком красный. В общем, интересный оттенок у цветов, и он обалденно сочетается со всеми оттенками синего. С голубым, с темно-синим можно надеть, вообще с любым оттенком денима или просто голубых брюк, это будет смотреться здорово. Я показываю с голубыми летними джинсами, с белым топом, дополняю белой обувью, все это очень здорово, органично поддерживает друг друга. Образ мне нравится, я не теряюсь даже за яркими цветами. А еще, кстати, плюс, что здесь, по сути, два цвета всего. Фоновый и вот этот вот оранжево-красный цвет цветов. Здесь нет ничего больше. То есть у цветов только силуэт как бы пропечатан и больше никаких цветов нет. Это тоже данную вещь делает максимально универсальный и не такой ребящий в глазах. Давайте посмотрим готовый комплект и напишите мне, как он вам. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok ролик. Получилось и так объемно, потому что я люблю дать много информации, не просто показать вещь, примерить ее, но еще и дать вам какую-то пользу. И в этом ролике, я думаю, мне это сделать удалось. Если вам это видео понравилось, если вам оно было полезно, то я буду очень благодарна вам за ваш пальчик вверх. Для меня это спасибо от вас. И я правда это очень ценю. Я не просто так об этом говорю. Для меня это правда очень ценно. Я всегда улыбаюсь. Пишите комментарии, как вам вещи, как вам образы. Давайте пообщаемся. Вы у меня настолько замечательные люди. Я даже не знаю, чем я вас заслужила, потому что вы даете мне столько света, столько вдохновения, столько добра и желания делать дальше, что это бесценно, это не передать словами. И если я сейчас не остановлюсь, то мы заплачем, поэтому не будем. Спасибо вам большое за то, что вы со мной. Очень вас ценю, люблю, желаю вам прекрасного настроения. Увидимся совсем скоро в новых видео, чтобы их не пропустить. Подписывайтесь, если вы здесь новенькая. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok